всем привет дорогие друзья с вами я александр михаленко сегодня мы находимся в волушке сегодня здесь мой последний день в этом замечательном городе я уезжаю и сниму для вас напоследок набережной пройдемся по набережной посмотрим что здесь изменилось что вообще происходит вот в последние дни осени думаю вам будет интересно погнали начнем нашу прогулочку с этого места можно сказать это вход на набережную сегодня критик пасмурный у нас день был небольшой дождик но вроде бы полу . распогаживается и все будет сегодня нормально людей уже в крыму немного сами все видите межсезонье но такое друзья конечно пушки есть свой колорит давайте выйдем поближе к морю посмотрим что у нас сегодня на море творится пройдемся до знаменитой колоннады алуштинской и посмотрим что там когда-то точнее год назад я там снял самый маленький шикарный шторм вы его видели кто не видел в правом углу вас появилась подсказочка нажимайте смотрите супер эпичный шторм получился до оставаться здесь сегодня вечером обычно больше людей выходит на прогулки возможно сейчас все еще на работе работают одни мы здесь безработные блогеры ходим по набережной снимаем смотреть какое небо хоть оно и пасмурное но тучи выглядят очень красиво знаменитая крымская крымские чебуреки чебуречная сегодня здесь уже попробовал бы чего речь всем рекомендую очень вкусная кстати здесь узнали после моих прошлых репортажей и угостили чебуреком бесплатно сказали что много моих зрителей этим летом к ним заходила конкретно от меня говорили что от михаиленко в общем я в шоке от вас спасибо что заходите но чебуреки там действительно вкусными она лучше которая была в крыму здесь обычно кормят голубей чаяк можно их поснимать поближе они здесь совсем ручные даже могут напасть на вас так что будьте аккуратны думайте читайте в интернете чем приходите подкармливать ну чайки тут у нас срок все выйдет прям если будете идти движемся дальше из конечно не против вот таких вот штучек которые стоят на набережной которые загорождают вид на море это конечно все портит впечатление все все таким тоже много таких здесь очень громкая музыка как мы созрешем на каждом столе такие колонки нам орут такую музыку но музыка здесь играет я вам скажу нормальная советские песни поэтому особо они не раздражают а наоборот и прогуляться по такие песенки очень даже приятно такие фотозоны к новому году пока еще не готовятся в ялте хотя уже идет там массовая подготовка установлены какие-то декорации на набережной здесь пока все тихо так убережная вроде бы чистая видно что ее убирали если тоже какая-то реконструкция чего-то непонятно что-то проводят куда-то то ли плитку ложить что-то здесь проводят другое так что у нас на море на море сегодня спокойно можно сказать стиль волне тут вчера кстати было много медуз море смотрите на красоту ух ты смотри какие тучки вот закат здесь встретили было бы круто я думать они подсветятся как вчера подсветились профессорском уголке я оставлюсь в роликах вчера небо светилась это было что-то нереально вот работа включили свистя шума вот такой он крым межсезонье сейчас подойдем к фонтану посмотрим что у нас там с фонтаном его уже выключили потому что началась зима уже я помню летом он точно работал снимали его конечно межсезонье погулять по крыму это круто получаешь какие-то новые впечатления от крыма его нельзя сравнивать с летним потому что летом здесь все совсем по-другому вот обязательно тем кто любят крым крымскую природу нужно приехать хотя бы один раз сюда в межсезонье и не останавливаться в одном городе поездить по городам по три дня где-то по два дня в одном горе думаю быть нормально вот такой фонтан здесь стоит немножко воды осталось ну как видим он загрязнился уже летом помню его здесь чистили работники так идем дальше прямо над набережной вот так ветви от сосны свисает круто люди вы тоже не мусорки которые гуляют не выдаст свои дефонтики вот много я замечаю что хожу масок медицинских валяется действительно очень много потому что неприятно верить когда валяются эти маски женщины постоянно каждый день приходят сюда и кормят этих чая каждый день замечал и утром и вечером немножечко вот они чем кормят сейчас покажу вам сына какое-то стоит а хлебные крошки лепшину непонятный родик хлебные крошки здесь можно человек с рук покормить но детям точно будет интересно покормить птиц кстати так много нет здесь прям люди приучили что можно вот так близко их подснять вот такой зверинец конечно красиво посмотри к этим сели на этой стучи расшатается они держат равновесие вот так отдыхают чайки то есть фотографирует снимает снимать потому что здесь качество и посмотрел видеороликах намного лучше чем гу про снимает согласитесь качество хорошая айфона это iphone одинокс как будет спрашивать качество замечательная прям просто его приобрел потому что можно вы снимать такие интересные видеоролики с хорошим качеством это вообще круто то что прям нужно микрофон какой-то книгу чтобы ветер не задувал все лучше конечно у нас будет вот это знаменитая канада луж на курорт сайт людей шторм был прям вот высотой этих канат волны посмотрите мой прошлый видеоролик отсюда нужно провести тоже небольшой конструкцию потому что смотрите . сыпалась немного ну что это колонна то место притяжения туристов у каждого туриста есть отсюда фото а внизу творится вот такой мягко говоря ужас то ли от штормов то ли чего пляж вот так пострадал это не только недавно произошло это несколько лет ну сколько я за приезжаю столько не стоит а вон вдалеке если присмотреться виден наш медианом сейчас постараюсь приблизить вон друзья меганом эх соскучился уже по судаку скоро туда приеду наконец-таки везде хорошо а судаке лучше как говорится я после сфотографировать они ступи отошел и не своим фото цель вот так вот ну что пляж будем показывать вам пляж конечно центральный пляж города вы что я его уже показывал ну что тут показывать он находится в ужаснейшем состоянии ужасно просто станет все видите все разбиты какие-то железные слайд торчат из земли камни валяются это конечно печально давайте придемся лучше по парку посмотрим на парк на природу а уж ты у рода в алуште практически такая же как и в ялке мне даже пора кажется что здесь получше будет все-таки юбы к здесь очень много зелени вот такие коты алуштинские коты знаменитые здесь как видите работы производится сезон закончился начали что-то делать молодцы производится ремонт парка будет установлена новая скорее всего плитка да вон там уже новую плитку положили так где нам пройти здесь можно ну вот кубы с новой плиточкой стоят поэтому хоть плитку здесь заменят будет вот такая друзья плиточка красного цвета сейчас посмотрим что у нас здесь на детской площадке тоже производятся как видим работы скорее всего будет какое-то покрытие безопасное для детей тоже мало все что детскую площадку сделать следом обычно очень много людей гуляет на этой площадке безопасное покрытие это большой плюс как красиво мне съемочка так нравится такое качество шикарная go прошка не вытягивает это сто процентов вот парк смотрите здесь тоже повысаживали растения какие-то цветы я помню когда я здесь ходил здесь только будет перекопанная земля не было зеленого покрытия этого а сейчас парк преображается ух ты смотри что там сделать что за подойдем парк в общем действительно меняется к лучшему вот этого газончика не было его высадили специально видят только еще прорастает не во всех местах пророс но да все прорастет он будет зелененький по нему будет приятно ходить научи по газонам так смотрите здесь повысаживали прямо какие-то деревца цветочки это уже похоже как на и парка ивазовского немного айвазовская что это за символ непонятно давайте его подсниму здесь написано капри энд алушта новомбер новомбер 1986 год знаете на парк заложили в этом году и вот такой здесь камень стал парка с времени и красуется на таком пьедестале 80 год ребят давайте пройдем дальше смотрите тоже благоустроили все высадили цветы и посадили вот такие кустарники их тоже смотреть как красиво оформили такие круглые еще конечно работы не закончены это кого надо на ней походу будет расти и плетущиеся розы вот такие уже здесь высадили да и скорее всего натянут сеточку и здесь будет такой живой коридор из роз получите кстати тоже ой заложьте говорю в диалке такой есть и он дико круто смотрится когда цветут розы здесь стоит вот такой памятник я не помню я не видел раньше так напишите его только установили либо он уже давно здесь стоит честно говорю не помню давайте прочитаем что здесь написано в городе алушта 10 октября 1894 года состоялась торжественная встреча цесаревича николая александровича со своей высоконареченной невестой принцессой алисой гессенд дармштадтской и при рейнской такие фамилии имена сложные но памятник конечно посмотрите видно что он качественный все все детали проработанная конечно смотрится очень очень красиво так велик князь сергей александрович вот это у нас здесь княгина елизавета федоровна там тогда ну молодцы что установили вот такой памятник очень красиво и в тему городовой его истории так но мы с вами не останавливаемся и движемся дальше по парку а вот что прям не узнать так пойдемте дальше смотрите я бы не сказал что этого лучше увидев эти фотографии очень все красиво сделали их манцы так здесь у нас поставили вот такие беседки наверху написано что беседка для влюбленных там сердца висят тоже посадили цветочки разные растения озеленили я молодцы давайте прочитаем что это за растение здесь с вами то есть табличка не про растение по газонам не ходить поэтому за не ходите по газонам по такой красоте нельзя ходить так идем дальше путешествие по парку алушты продолжается это дерево тоже прям живописная какой-то чего раньше не видел смотрите похоже на похоже на оливку но не знаю корнями похоже на оливку кто знает что это за дерево напишите пожалуйста в комментариях выглядит интересно так идем дальше здесь тоже установлен памятник м горький ну насколько я помню здесь и стоял храня так идем дальше вот эти экскурсионные будочки я бы отсюда просто убрал сильно честно говоря раздражают поставьте вы на входе одну будку и в конце набережной их будет достаточно люди подойдут и закажут экскурсии их натыкали здесь одна вон еще дальше одна на самой набережной их там штук пять стоит в общем будок этих здесь не нужно вот здесь ночью подсвечивается красивая иллюминация а вот этой дороге нужно код свернуть на его надойдем уже но однозначно парк алушты преобразился в лучшую сторону что я могу сказать какие сделать выводы высажено много растений как видим у них капельное орошение все поливается все контролируется давайте сюда свернем в горах уже зима здесь настоящая весна по весна галкали настоящая осень крымская кого что александр и сна в голове друзья какой здесь хороший насыщенный такой воздух смотрите и деревья так мы выходим прямиком так камера что ты у нас опускаешься и туда куда нужно прям к этому памятнику так камера повертайся на самый верх вот такая там красная звезда здесь похоронены члены правительства советской социалистической республики вот так друзья из тоже высадили розы я смотрю все перекопано молодцы давайте пройдемся дальше здесь уже коммунальные службы тоже работают не отдыхают перекапывать эту клубу что можно сказать молодцы прям парк преобразовывается это лея в честь пятилетия крымской весны здесь растут пальмы пальмкой здесь невысокие как в ялте но тоже горитно смотрятся на фоне вот таких елей это уже у нас же ролик под затягивается на 20 минут давайте еще немного пройдемся по парку увидите все перекапывается все убирается молодцы что еще могу сказать работы какие-то проводятся межсезонье и это хорошо вот такая она осенняя алушта прекрасно подходит для таких прогулочек на свежем воздухе можно наслаждаться этой корынской природы ну все друзья ну что вот такой получился сегодня у нас видеоролик прогулка по осенней алуште по ее парку надеюсь вам понравился но а я уже отправляюсь в другие города крыма чтобы снять самые интересные репортажи оттуда друзья подписывайтесь на канал потому что будет выходить много зимнего крыма думаю зимний крым вы еще не видели так хорошо как я буду показывать надеюсь ну и все с вами был я александр михаленко уже завтра мы с вами встретимся в новом видеоролике всем пока